Прежде всего, большое спасибо, что пришли. Знаете, у вас было когда-нибудь такое, что задавался вопросом, кто это такой ваш веб-перформанс, и очень быстро натыкался на инициативу от Google под названием Web Vitals, цель которой это предоставить единые стандарты качества, необходимые для обеспечения лучшего юзер-экспириенса. С этими тремя строчками все понятно. Но и далее. Начинаешь знакомиться с каждым пунктом и каждой метрикой по отдельности. Time to first byte, FCP, FID, LCP, CLS. И слишком все быстро становится на свои места. Ну так вот, за исключением этого остается всего один вопрос. А как увидеть Web Vitals? Зачем? Ответ достаточно очевидный. Чтобы оптимизировать. Зачем оптимизировать? Ну знаете, здесь я прикреплю всего лишь одним исследованием свой довод. Если мы отправляем какой-то сигнал объекту и в разумные сроки не получаем ответа, мы завершаем с ним взаимодействие. Итого, кто таков, зачем нужен ближайшие 30-35 минут? Приступим. Поговорим об этой теме. Я Артем. На этой фотографии я где-то там в конце. И сейчас я базируюсь в команде фронт-энд инфраструктуры во ВКонтакте, где стараюсь заниматься оптимизациями. О чем хочу поговорить? Вот на что, ду-лист. Поговорим о проблеме, что повлекло этот доклад. Далее о Web Vitals, его хронологии, заблуждения и даже будущем, которое не настало, кстати. И куда смотреть все-таки, чтобы увидеть эти Web Vitals. Начнем с проблемы. В двух словах, она, знаете, в графиках. Ну, то есть то, как мы интерпретируем наши успехи в Web Performance. То есть у нас есть бенчмарки, решающие определенную задачу по сбору performance аналитики. Это Lighthouse, PageSpeed Insights и WebPageTest. Почему они есть? По весьма очевидной причине. DevTools — это сложно. И хотя бы по трем причинам. Это изобилие информации, которая в нем преобладает. Далее. Непонятная связь юзер-экспириенса и куда смотреть конкретную панель, конкретный раздел. И браузерная терминология, которую он использует во внутри себя. И тут с DevTools есть два варианта развития событий, как их освоить. По-настоящему действенный. Я делюсь с вами с ним. И второй, о котором мы поговорим ближе к концу. Этот подход, знаете, вырабатывает некий мейнстрим. То есть мы берем нашу перформанс-оптимизацию, кодируем, деплоем. Затем ждем, пока графики и дашборды наполнятся данными. И просто их расшифровываем. Я бы даже сказал, констатируем факты. Но даже при констатации этих фактов и success stories мы не совсем грамотно манипулируем данными. То есть мы не предоставляем перцентиль, кто эти люди потом, какой был процент погрешности. В конце концов, мы можем флуктуацию перепутать с каким-то успехом или определенной успешной оптимизацией. Нет. И вот именно поэтому, именно поэтому, такой человек, как мистер Филипп Болтон, который кодирует веб-вайтлс, открыл, разместил, назовем это открытое письмо у себя в блоге, которое просит нас это. Если мы говорим о производительности в продакшене, то необходимо использовать данные реальных пользователей, то есть real-user-мониторинг. Второе, если мы используем всего одно число в отчете, то есть мы увеличили что-то на столько, то указывайте, пожалуйста, перцентиль. Я не уверен, что медианой стоит хвалиться, знаете ли. Третье, если мы говорим о real-user-мониторинге, уточняйте период времени. Вы, наверное, сами понимаете, летом немного жарче в серверных, чем зимой. Но на самом деле нет. И крайне, если мы хвастаемся лап-результатами, допустим, document content loaded, то необходимо делать это в контексте хронологии. Никого не интересует отсутствие дельты, знаете ли. И эти рекомендации должны сформировать инженерный подход. Когда мы делаем ресерч, после чего кодируем, затем деплоем, и мгновенно, в кратчайшие сроки, инвалидируем наши правки оптимизации в приложении. Не нужно ждать, пока дешборды наполнятся. И это подразумевает то, что бенчмарки отходят на второй план, а на первое место для этого ресерча и перформанс-бюджет планирования выходят Chrome DevTools и Firefox DevTools, соответственно, Developer Edition. И где-то здесь мы понимаем проблему. То есть мы должны действовать по research and development, по R&D. Далее прогнозировать наш перформанс, а не мерзжить все перформанс-оптимизации как аксиомы. И анализировать результаты. А, повторюсь, не просто констатировать факты, мой график пошел вверх. Можно это проанализировать. Что анализировать? Разумеется, Web Vitals. Что это в данную секунду такое? Web Vitals, JS, версии Next. Это шесть метрик, поделенные на две группы. Core Web Vitals и Other Web Vitals. То есть ключевые метрики и остальные. Если обратить внимание на легенду, то две из них, CLS и INP, являются периодическими. То есть они отправляются несколько раз. CLS также был успешно переработан. А прямо сейчас Time to First Byte и INP метрики находятся в стадии эксперимента. Посмотрим, как это было прямо с первой версии. Особо не останавливаясь. Time to First Byte. Что здесь нужно помнить, когда мы собираем эту метрику? Разумеется, то, что тормоза в DevTools не настолько уж и, знаете, совершенные. То есть нам очень много приходится держать в уме, когда мы анализируем, почему Time to First Byte медленный. То есть может быть потеря пакетов на клиенте. Packet loss rate. Далее полностью отсутствуют редиректы в случае, если вы делаете синтетическое замедление сети в DevTools. Потом отсутствуют DNS резолюшены. TCP также, напоминаю, не самый быстрый протокол для старта, особенно холодного. У TLS не самый быстрый handshake. А HTTP 2 приоритизация отсутствует вовсе. Итого, помните об этом, когда оптимизируете Time to First Byte в изоморфных, прежде всего, приложениях. Следующая метрика. First Contentful Paint. Прорисовка первого контентного элемента в приложении. Тут все понятно. Это логотип. Почему она находится в Other Web Vitals? Скорее всего, потому что она не может быть кроссбраузерной. Увы, по сей день. То есть, между Safari, Firefox и Chrome присутствует достаточно солидный разброс. Порядка 50-300 миллисекунд. Соответственно, данная метрика не может быть максимально точной. Как минимум, поэтому она в Other. Что из этого вытекает? Вытекает из этого то, что все сейчас оптимизируется и так или иначе мейнстримно оптимизирует First Contentful Paint при помощи скелетонов. То есть, знаете, отрисовать скелетон на первой секунде, а потом через 10 ответить. Как минимум, по этой причине она в Other Web Vitals. Следующая метрика. Первая задержка пользовательского ввода. Рассмотрим на мейнтрейде. Как это работает. Пункт первый. Должно что-то отрисоваться, чтобы поэтому можно было кликнуть. Пока логично. Затем осуществляется клик. Но в этот момент мейнтрейд должен быть занят. И с этой точки и до освобождения мейнтрейда это плавающая величина и называется First Input Delay. Напомню или нет, даже скажу вам то, что она не самая любимая среди веб-перформанс, консультантов и прочего. Хотя бы потому, что манипулируясь с ней, можно деградировать показатели. Почему? Обратите внимание на начало стека. Есть задача поменьше, есть задача побольше. Если их поменять местами, то есть критичная вероятность того, что клик будет осуществляться в тот момент, когда большая задача будет располагаться на стеке. Сказать то, что это не очевидно, ничего не сказать. Поэтому если кто-то просит вас помочь подебажить с ним просевший FID, сделайте правильный выбор. Следующая метрика. Largest Contentful Paint. Фактически, когда произошла прокраска наибольшего контентного элемента. Здесь это параграфы текста. Что об этом следует понимать? Вроде бы наибольший, контентный, все понятно. Но нет. За это время в индустрии сложился такой, знаете, странный один... Одна не самая правильная оптимизация. О чем я говорю? Взглянем на Network Waterfall. У нас есть HTML-документ, затем приходят два стайл-шита, затем есть Image Resource и три JavaScript файла, которые так или иначе влияют на юзер-интерфейс. То есть они его прокрашивают. Что есть в индустрии? Это слепо оптимизировать Image Tag. То есть разработчик приходит и оптимизирует Image Tag. В то время как необходимо было сконцентрироваться на последнем элементе Waterfall, который задействуется в отрисовке юзер-интерфейса. Не забывайте, ваш взгляд должен быть на последнем элементе, который на это влияет. Не на Image. Он не всегда на это влияет. Следующая метрика. Кумулятивность дикмакета или CLS. Она ключевая. Обратите внимание, куда пользователь хотел кликнуть, а куда получилось. Благодаря четко выверенному таймауту и баннеру, который сместил кнопку. Итого у нас есть оформленный заказ. Как это работает? Ну, во-первых, нужно тайминг высчитать в отделе маркетинга. Второе, как это работает? Это коэффициент смещения, который находится в диапазонах от нуля до единицы. И знаете, что больше всего мне нравится в истории, в этот момент, когда была первая версия WebBitals с таким CLS-ом? Это ошеломительное количество success story, как люди оптимизировали CLS и предоставляли это, как мы оптимизировали Core WebBitals. Ну, то есть просто пофиксили рывки в интерфейсах и преподнесли это как перформанс-оптимизацию. Это было настолько громко. То, что вышла вторая версия WebBitals и пофиксила этот момент. Как? Так, смотрите. Теперь CLS-ы группируются в 5-секундные session window. И между ними образуется в том числе и gap. То есть CLS-ы группируются в окна, между ними есть промежутки. Как можно провести параллель в реальной жизни? Не самое очевидное, но с фейерверками. Где залп — это session window. А беспорядочные хлопки на небе — это смещение интерфейса, то есть CLS. Промежуток между залпами — session gap. Не думал-то, что что-то можно объяснить на фейерверках. То есть, знаете, последнее, что хочешь услышать на IT-метапе — объяснение именно такого формата. И где мы сейчас? Сейчас мы в версии WebBitals, которая еще не зарелизилась и находится в ветке Next. Там ждет нас два кардинально новых новшества. Первое — это breaking change. Time to first byte теперь отправляется из BF-кэша. А второе — это новая метрика imp. Разберемся с крайним. Обратите внимание, как будет осуществлен переход по ссылкам в браузерах, а потом возвращение назад. Здесь мы нажимаем на ссылку. После прогрузки нажимаем назад. И браузер слева со включенной BF-кэш-оптимизацией переходит мгновенно. То есть браузер мгновенно ресторит снэпшот страницы. Но, как вы знаете, инвалидация кэша — не самая простая проблема, которую можно решить, поэтому не все WebB-приложения так могут. И для дебага проблем в панели Application нам подвезли функционал, который теперь подскажет, где, в каком месте, с какими событиями есть проблемы. Доступно со стой третьей версии Хрома. Breaking Change разобрали. Теперь о новой фиче. Это метрика Interaction to Next Paint. Здесь даже без подписи я их специально убрал. Обратите внимание, как слева с нами транзитивно разговаривает интерфейс. Он в два кадра просто с нами общается. И как он работает справа. То есть Placeholder, Loader, Анимация. И получается, эта метрика призвана, чтобы улучшить отзывчивость приложений. То есть еще одна метрика абсолютно точна. Потому что логично, что 90% пользовательской сессии происходит после события load. Ну то есть это очень странно, да? Вы зашли в приложение и сразу его закрыли. Следующее. 70% пользователей испытывают заметные подвисания юзер-интерфейса хотя бы раз в неделю. Вы представляете, насколько должно логнуть, чтобы это запомнить? Третье. Можно рассчитывать на двойную конверсию в просмотрах, если у UI хорошая отзывчивость. Вполне логично. И крайнее, FID уже на 95% в зеленой зоне. То есть он оптимизирован среди анализируемых сайтов. И там 95% уже в зелени. То есть получается, если вы догадались, что эта метрика придет на смену FID, вы можете забрать себе achievement. Из чего эта метрика состоит? Это три слагаемых. Первое. Задержка ввода. То есть время между моментом взаимодействия со страницей и началом работы нашего JavaScript кода. Второе. Это непосредственное время работы JavaScript кода в мейнтрейде. И третье. Задержка представления. Здесь вы должны представить, как мейнтрейд заканчивает работу. И наш кадр идет по рендеринг-пайплайну. И когда он дошел и презентовался в браузер, это и есть задержка представления. Прочувствовать ее можно на InbDemo, размещенной на адресе InbDemo.glish.me. Здесь стоят две границы. Первое. Это на 200 миллисекунд, увы, не особо видно. И на 500 миллисекундах. Что здесь? Нужно понимать, что не совсем-то понятно, знаете, то есть я вроде бы объяснил, а вроде бы куча вопросов, и не только у вас. На GitHub, если перейти и посмотреть в issue, вопросы преимущественно про Inb и как он работает. Более того, если глянуть в пулы, то сначала основная опция InbDurationThreshold является значением 50, но затем она подкрепляется другими комментариями и становится уже 40. А в браузере, в браузере, DurationThreshold этого самого InbDemo составляет 104 миллисекунды. Вот тут очень странно. Я не знаю, чему больше удивляться. Цифра 104, то есть откуда она появилась, либо тому, что WebVitals присутствует в браузере. Ну, то есть действительно команда Chromium встроила WebVitals прямо в браузер, чтобы вы могли мерить их прямо там. Переходите в DevTools, Command Palette, выбирайте ShowCore WebVitals, Overlay. И давайте рассмотрим ближе к коду, как эти метрики собирать. Здесь, знаете, большинство историй, как люди начинают собирать WebVitals, можно заключить в три действия. Первое – это инженер прочитал RedMe. Далее в какой-то момент он осознал то, что данные не стыкуются, и, по-моему, он собрал гигабайт, а то и больше не самых точных метрик, и прочитал RedMe еще раз. Давайте взглянем то, о чем я говорю. У нас есть код, который размещен в первом абзаце нашего… чего? Правильно, RedMe. Затем приходит осознание то, что от синхронных импортов можно отказаться, так как это все работает на перформанс-апсерверах, и можно вынести WebVitals динамический импорт. Далее дочитывайте до третьего абзаца, и узнаете то, что для наиболее точных метрик необходимо подключать первой строкой JavaScript кода Polyfill, а только затем версию WebVitals Base. После чего начинаем работать с квотами, потому что база не резиновая. Здесь можно ввести квоты на CLS, то есть если их репортится слишком много. Затем для FCP вы также можете отфильтровать не Chromium браузеры, которые, назовем это, зашумляют наши графики. Третье. Time to first byte. Если ваше приложение не оптимизировано под BF Cache, вы можете это отфильтровать. И, пожалуйста, подвиньте эту таску повыше в бэклоге. Это нужно будет поправить. Крайнее, с чем стоит разобраться, это с метрикой imp. Здесь есть желание использовать все опции, потому что не особо понятно, как она работает, подстроить под себя. Уберегу вас от этого. Используйте метрику imp, как она предоставляется, то есть as is. Во-первых, потому что она в эксперименте. Мы сейчас говорим о тех вещах, которые еще даже не зарелижены. Может быть, еще что-то поменяется. А второе. Я думаю, инженеры Google сами знают, как настроить ту или иную метрику наиболее, ну как это, at scale, назовем это так. И вот уже этот код не выглядит как то, как те шесть асинхронных вызовов, которые мы видели в первом абзаце. И где-то здесь приходит понимание. То, что с WebBitals мы разобрались. Ну то есть мы понимаем, что мерить. И здесь подходим к следующим промежуточным итогам. То есть мы поняли предназначение буквально каждой метрики. Затем мы поняли техническую составляющую каждой метрики. Мы глянули даже на мейнтрейде, как работает фид. Затем неочевидные эффекты оптимизации у фида и LCP. FID, аккуратнее с перестановкой тасок, LCP. Обращайте внимание не только на имиджи, а на последние влияющие на отрисовку страницы элементов Waterfall Network. И крайнее подключение с упором на точность. Это то, что я показал. Вот знаете, впервые сделаю это. Поднимите руку те, кто считает крайний четвертый пункт сомнительным достижением, а очень странно. Потому что, держу в курсе, прямо сейчас, в июле, команда Chromium просит, ну не просит, а выносит на обсуждение то, что подключение не просто WebVitals, а WebVitals Base плюс Polyfill, схема, которая собирает метрики FID кроссбраузерные максимально точно, она должна быть задеприкейчена. По той причине то, что открытые источники показывают, что только 3% используют данную схему, а из этих трех только треть, то есть литерали 1% используют ее корректно. Вы только вдумайтесь в эту проблему вселенского масштаба. То есть 99% метрик FID, собираемых в интернете, с критичной вероятностью имеют погрешность и не кроссбраузерные. Тем не менее, вы можете зайти в ВКонтакт, нажать Ctrl-U, обратить внимание, какая там размещена первая строчка JavaScript кода. Для этого мне потребовалось дочитать до третьего абзаца Redmi. Очень было приятно попасть в этот 1%. Anyway, давайте не об этих проблемах больших. Поговорим о DevTools. И прежде чем мы начнем, знаете, вот хочется вывести топ-3 причины не открывать их, давайте я представлю свои, но не сегодня, потому что все-таки откроем. Нажимаем F12, Command-Shift-I не особо важно. И то, о чем я буду говорить, так или иначе, по однокоренным можете найти в Command-Palette. Здесь, глянув на DevTools, не, знаете, все равно как бы хочется просто взять и закончить. Даже мне. Мы поговорим о чем-то новом, неприевшемся, о новой панели, которая находится в Developer Preview. Это Performance Insights, которая не то чтобы призвана заменить текущую панель, а призвана уменьшить порог входа для Performance Аудиторов. О чем я? Откроем эту панель. DevTools, Command-Palette, Performance Insights. Для этого должна быть установлена более чем сотая версия хрома. И здесь, благодаря этой панели, мы увидим своими глазами Time to First Byte, FCP, FID-LCP. Далее CLS, Essation Window и Inp. Воспользуемся демо-приложением. Ну, просто есть какие-то блоки и буквально три строчки JavaScript кода. Это синхронная таска, таймер и request idle callback. Все достаточно такие, знаете, лонг-тасочные, на 50, 75 и 100 миллисекунд. Как они выглядят в перформансе, можно смоделировать. Это парсинг HTML, затем приход CSS файлов, синхронная таска, таймер, idle. И WebVitals поставлены здесь, знаете, не в самый красный угол. Их можно и не заметить. В то время как в Performance Insights они располагаются в максимально видном месте и являются, ну, просто подчеркнутыми, выделенными. А теперь рассмотрим Main Thread. Все так же видим рендеринг, парсинг HTML, синхронная таска, стили, затем таймер и idle callback. Знаете, эта панель выглядит очень простой, действительно настолько простой, то, что лонг таски приходится дебажить не кликая на тот или иной элемент в стейке, а через боковое меню, выбирая его там. Я думаю, рано или поздно эту связь пофиксят, и там дебажить лонг таски будет куда проще. Давайте обратим внимание на другой набор сеттингов, которых уже такое чувство больше, чем в панели Performance. Поговорим о нетворке, GPU и композитор. Нетворк максимально упрощен. Весь функционал панели, можно сказать, кластеризирован в один дататрек. GPU также размещен и поднят на более видное место, нежели чем в табе Performance. А в рендере, ну, все без изменений. Чуть ниже него располагается композитор, чтобы вы видели, как композитор браузера, в какие моменты он работает. Более того, в этой панели, знаете, есть даже плеер. Ну, то есть, раньше мы дебажили при помощи скриншотов, собираем их в нетворке. А теперь там есть кнопка Play, и вы можете воспроизвести приложение в 4К, 60 FPS, наверное, не знаю. Мы только что увидели 4 метрики, попросту открыв панель. Давайте попробуем теперь увидеть CLS и Session Window. воспользуемся другим приложением, которое, ну, назовем это, подрагивает во время загрузки. Как это работает? Здесь мы выбираем дата трек Layout Shifts, и он автоматически для нас подсветит сдвиги экрана, сдвиги элементов интерфейса во время взаимодействия с ним. Тут фиолетовым на скриншотах будут выделены области, которые были смещены, а коэффициенты автоматом размечены в границах WebBitals зеленые, желтые, красные. Теперь, если приложение более реальное, и там множество смещений, CLS объединятся в Session Window, и вы увидите буквально их своими глазами в серых областях. Здесь два CLS, здесь два CLS, между ними Session Gap. Знаете, это странное чувство. Я объяснил сейчас за три слайда то, что раньше приходилось осязать статиями. Странный момент. И крайнее, что мы посмотрим, это INP. Старички могут подумать, то есть, я правильно понимаю, мы сейчас будем тормоза интерфейса определять по количеству отброшенных кадров, но не совсем так. Давайте введем демо-приложение. Здесь будет приложение, которое генерирует лангтаску на 50 миллисекунд, а затем на 1000 миллисекунд. Разумеется, FPS-метр с таким не справится. К чему мы прибегнем? Мы сфокусируемся на нашей строчке кода под названием on-imp. Вот она, новая технология. И здесь слегка ее модифицируем. Первое. Мы деструктуризируем и возьмем оттуда необходимое нам. Это value, entries и id. Извлечем в константу current-imp, первый элемент entries, за консолем, посмотрим, как это работает. Важный пункт, обратите внимание, я включил report all changes в true, чтобы отправлялись абсолютно все метрики. Далее мы помним, что imp это сумма трех слагаемых. И с легкостью вводим imp duration, imp input delay, processing time и presentation delay. То есть просто понимая, из чего оно состоит. Но не совсем так. Есть компонент, а в частности это presentation time, то есть когда кадр представился на экране браузера такой, знаете, со звездочкой. Здесь необходимо, здесь нет универсального решения, но я предлагаю в том числе то, которое используется в комьюнити. Здесь данная константа должна представлять собой number, а выбирать мы будем из двух максимально. Первая, претендент на название будет отвечать за presentation time. Это приблизительный render time, то есть тот, который округлен вниз. Это start time imp и его продолжительность. Вообще звучит максимально логично, но не совсем. Вторым кандидатом мы берем второй аргумент. Хотя бы по той причине, то что понимаете, иногда метрика, которая округлена вниз, может быть ниже, чем та, которую ты ожидаешь, знаете ли, и значение в минус один, то есть у вас start в ноль, а end в минус один сломает перформанс-метрику. Поэтому мы вводим подстрахующего, это processing end, плюс такой, знаете, grace period, 4 миллисекунды. Не забываем про плачущий смайлик. В итоге это выглядит уже не самым, не тем решением, которое было на первой стадии слайда, в одну строку. Это позволит вам увидеть, буквально увидеть web vitals, метрику imp. Где? В дата-треке timings. Здесь будут представлены 3, точнее, 4 панели, общее время imp, затем 3 его слагаемых, после чего, глядя на эту метрику, обратите внимание на мейн-трет, какая таска стоит там, возможно, это она повлекла данное подлагивание. И третье, обратите внимание на верхнюю часть вашего DevTool, Performance Insights, там можно увидеть те или иные, к примеру, клики, и теперь я точно вижу, то, что данный клик, данная таска провоцирует данный imp. И где-то здесь мы заканчиваем с DevTools и подводим итог. Мы поняли то, что Performance Insights это не так уж и сложно, спасибо, то, что порог вхождения в Performance аудиты снижают. Мы увидели одиночные метрики WebVitals, мы увидели CLS, его Station Window, мы увидели imp, его составляющие. А оптимизации, увидите, оптимизируйте же, ну, здесь, знаете, происходит комбинаторный взрыв, потому что не совсем понимаешь, какую оптимизацию выбрать. У нас есть лучшие практики во фронт-энде, они настолько лучшие, что стали базовыми. И здесь вы должны просто понимать, что максимально, вам должно быть известно максимально большое количество Performance оптимизаций. И только затем, при помощи Reverse Engineering в DevTools, вы должны применять точечно ту оптимизацию, которая необходима вам. Поэтому, если я буду говорить, что что-то помогло мне, оно вряд ли поможет вам. Поэтому оптимизации сегодня не будет, вы справитесь с этим сами для того, чтобы на фронт-энде было меньше неприятных неожиданностей, связанных с перформансом. Где-то здесь подводим черту. Мы поговорили о проблеме. Работаем с перформансом по Research and Development, а не катаем это как аксиомы. Далее мы поговорили о WebVitals. Мы максимально поняли, а затем собрали эти метрики. А с DevToLive мы увидели, как Performance Insights переизобретает Performance аудиты и увидели в нем все WebVitals. Ну и где-то здесь на этом все. С вами был Белов Артем из команды Frontend Инфраструктура во Вконтакте. Помогал делать презентацию мне шлепа в тазике. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Артем. Думаю, что тут у нас уже тоже есть вопросы. Да, Артем, спасибо большое за доклад. Это было прекрасно. Вопрос у меня такой. Мы померили начало, когда страничка загрузилась. Меряем ли мы как-то, возможно ли мерить как-то перформанс последующий, как в целом страница себя ведет потом при взаимодействии с пользователем. И что делать-то потом со всем этим? Мы намерили прекрасных метрик. Что делать с ними потом? Да, все запомнил. Тут логично отвечают сами метрики WebBitals. Четыре из них являются одиночными и две периодичными. То есть они живут и отправляются во время взаимодействия со страницей. Это CLS, смещение экрана, коэффициенты, они самые старые. И новая метрика INP, она прямо сейчас и призвана этот вопрос в том числе решать. Можно заметить, это такой FID, который живет в течение всей страницы и просто измеряет подлагивание. То есть пункт первый, на этот вопрос отвечают две метрики и на INP, как на метрику, отвечающую за отзывчивость, большие надежды. Второй пункт, что с этим делать? Ответ прост. Reverse engineering это инженерная наука, поэтому не всегда просто исследовать уже собранную систему и применять к ней что-то из головы, поэтому я очень рад, что я не соврал, то есть я не прилагал никаких оптимизаций, которые прошу вас делать, потому что вы должны делать это сами. Не потому, что мне лень, а потому, что я попросту совру, если вам подойдет вот эта оптимизация. Увы, нет. Изучаем, reverse engineering, применяем, валидируем. Просто не будет. Загрузил Артем аудиторию. Привет, спасибо большое за доклад. У меня вопрос по поводу именно метрик, то есть мы собираем метрики, которые влияют на x в первую очередь, но в то же время ты приводил достаточно глобальные проблемы, потому, как у кого-то залагал интерфейс. И есть некоторое ощущение, что, например, какой-то там ставленный прелоуд может сильно больше заэффектить на именно эти проблемы. Сдавленный прелоуд это что? Ну, вставленный прелоуд. А, вставленный? Отвечу достаточно неожиданно. Я, как сказать, когда знакомишься с прелоудом, думаешь, что это панацея, и ты лучше знаешь, как брау... Ты лучше знаешь, что тебе за прелоудить. Второй момент, ты считаешь себя недостаточно умным, чтобы прелоуд сканеру говорить, что делать, и менять его работу. То есть, прелоуд абсолютно точно не панацея, и, более того, скажу, достаточно грустно слышать, когда он применяется в success story, как та вещь, которую можно было, в общем-то, и не менять. Потому что прелоуд останется, с каждой версии хромиума, прелоуд сканер становится все умнее. Поэтому ответ нет. Прелоуд уточни, он у тебя был... У меня вопрос был больше про то, что мы пытаемся решить глобальную проблему, а кажется, что мы решаем мелкие UX-овые проблемы, которые... Все понял. Да, глобальные проблемы не затрагивают. Очень просто, так же отвечаю. Поэтому метрика, к примеру, к примеру, First Contentful Paint, которую можно подделать и выпустить в Success Story при помощи скелетонов, я думаю, тут очень просто. Если ты нечестен сам собой и оптимизировал First Contentful Paint, просто воткнул туда скелетон, ну, как у нас, говорят, сам себе злой Буратино, но от этого панацеи нет. Чисто на совести. Увы. Да, Артем, ты сказал, что оптимизацию оставляешь на совести людей, не говоришь, что им делать, но там в списочке ты где-то с третьего по 505 пункт пропустил и с 506 по 999. Где посмотреть весь список оптимизаций? Ну, получается, что надо подписываться на рассылки. Я не знаю. Ну, то есть, в определенный момент приходишь к той точке в своих скиллах, когда попросту приходится подписываться на рассылки и не знаю. Как говорил Уссерман, хорошо организованный, хорошо структурированный мозг гораздо ценнее, чем просто напичканный. Ответ. Нужно, видимо, как-то читать с уклоном, а сохраню-ка ли я эту оптимизацию не в чек-лист куда-нибудь, а прибегну в следующий раз при реверс-инжиниринге. Мой ответ, да никак. Да, просто запоминать. Я не видел этих чек-листов, разумеется, они есть, но они чуть более, чем базовые. Ну, то есть, увы, есть приложения и проблемы AdScale, которые, как сказать, не порешают эти проблемы. Не везде вставленный прелоуд поможет, увы. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел спросить. Оптимизация, конечно, хорошо, круто, но как объяснить бизнесу то, что некий прирост все-таки произошел, когда мы увеличили производительность при помощи WebVitals можно как-то собирать метрики, там, допустим, загрузка страниц и загрузка сайта, и плюс отскоки, грубо говоря, картинка, когда выскакивает, я забыл это слово, происходит, как это объяснить бизнесу. Это, конечно, классно, у нас в консоли все улучшается, но бизнес, возможно, не видит, и нужны некие графики, которые можно продемонстрировать. Вы как-то это собираете или нет? Ответ, как всегда, грустный на первую ее часть, если бизнес не видит то, что перформанс оптимизации должны выполняться. Но тут надо не забывать то, что мир большой, и у кого-то может быть приложение не такие уж и конкурирующие, ну то есть зачем оптимизировать что-то в админке, ну то есть иногда в это все может упереться. В двух словах я не уверен в том, что проблема в инженере, который топит за перформанс, не путать, знаешь, с преждевременными оптимизациями, против которых был кнут, то есть оптимизировать нужно, но не преждевременно. Это окей. Если бизнес этого не видит, то, что нужно оптимизировать и даже в упор не особо понимает то, что интерфейс начал меньше дергаться, мы начали попадать по кнопкам, а люди не просто начали клоузить страницы и повышать коэффициент отказов, ну я не знаю, ну как с такими людьми разговаривать, я не умею. Ну просто вот вы говорили про отзывчиво и говорили то, что там в принципе удвоилось количество просмотров, вы же это как-то собирали, смотрели, какие-то статистики использовали? Ага, тут важный контекст, на это можно рассчитывать, оно было привязано к исследованиям Гугла в первую очередь, но более того, перформанс оптимизации, прошу заострить внимание, их катают как аксиомы, по той причине, то что они априори влекут за собой положительную конверсию, поэтому такой вот ответ через аксиомы. Спасибо. Ну, кажется, вопросы из зала закончились, в онлайне у нас вопросов сейчас нет, поэтому Артем, можем выбрать лучший вопрос. Давайте подумаем. Вообще, если, когда инженер замечает то, что что-то несовершенно и видит то, что FCP можно как-то компрометировать, а прелоуд сканеры, это тоже, в общем-то, не очень странно фиксить все прелоуд сканерами, ой, прелоудами, линк рел прелоудами, я бы отдал молодому человеку в третьем ряду персика, потому что это круто видеть в корень, большие молодцы. Спасибо. Спасибо, Артем.